Аппетит следующего кризиса к монетарному стимулированию превзойдет возможности центральных банков развитых стран удовлетворить его. Такую точку зрения выразил в своем исследовании BlackRock инвестиционная компания, указывая на то, что монетарные органы упустили возможность пополнить амуницию, расходуя потенциал инструментов на сдерживание негативных ожиданий. Например, это можно видеть в растущем удельном весе инфляционных ожиданий формирования актуальной инфляции по сравнению с посткризисной слабостью. Видно, что после кризиса 2008 года экономическая слабость, ее удельный вес в инфляции был превалирующим, затем он постепенно снижался. И примерно начиная с 2015 года вес инфляционных ожиданий во формировании актуальной инфляции, он начал заниматься примерно половину и достиг почти 80% к 2019 году. Непривычность явления в том, что центральные банки проводят кредитное смягчение уже в фазу экспансии, хоть и умеренной. Фискальная политика в отрыве от монетарной также не будет являться панацеей по мнению BlackRock, учитывая высокий уровень долга и типичные политические препятствия в ее осуществлении. Главным вектором в развитии политики противодействия BlackRock считает усиление взаимодействия между фискальной и монетарной политикой, что допускает ряд экстремальных мер вплоть до вертолетных действий или, попросту говоря, прямого финансирования госдолга центральным банком. Предел применения монетарной и фискальной политики по отдельности подчеркивают следующие тенденции. Во-первых, это рост нерасположенности к риску после череды кризисов и замедления темпов естественного роста в ВВП. И они последовательно снижали так называемую равновесную, то есть нейтральную ставку. Это также ставка, которая не стимулирует и не задерживает рост экономики. Говоря проще, это целевой уровень ставки для центрального банка. Снижение данной планки, то есть нейтральной ставки в долгосрочной перспективе, естественно, сокращает дистанцию до эффективной нижней границы, это 0%, при которой финансовые институты предпочтут держать наличность, нежели одалживать друг другу. Следующая рецессия, сравнимая с кризисом 2008 года, вероятно потребует от центральных банков снижение ставок как минимум на 2%, что, естественно, при текущем уровне ставок будет невозможно. Кривая доходности в США и еврозоне могут при этом приобрести следующий вид. Как видно, ставки краткосрочные уйдут в отрицательную территорию и в целом, хоть и кривая доходности вновь примет выпуклый вид, ставки будут находиться полностью ниже нуля, то есть вся кривая доходности. Что касается фискальной политики, среда с устойчивыми низкими и отрицательными ставками создает парадоксальную возможность для стран, даже проблемных, наращивать дефицит, сокращая при этом отношение процентных доходов по долгу к доходам правительства. При этом отношение долга к ВВП, это метрика, которая является индикатором, будем говорить, фискальной состоятельности стран. Эта метрика может снижаться, что будет благоприятным для стран, которые планируют наращивать дефицит. При этом безрисковые ставки должны двигаться вниз, а стоимость капитала и темп роста ВВП, они должны превышать, собственно, эти безрисковые ставки. Это позволит странам с высоким кредитным риском, например, Италия или Греция, свободно решать текущие краткосрочные проблемы увеличивания заимствования. Вот видно, что для 2018 года реальные ставки превышали темп роста ВВП только у Греции и Италии, причем незначительно, хотя у остальных развитых экономик темп роста ВВП значительно превышали реальные процентные ставки, что позволяло им с лихвой наращивать заимствования. Собственно, кредитный риск всплывет, как только эти безрисковые ставки начнут устойчиво превышать темп роста ВВП, то есть во время следующего экономического шока или рецессии. И тогда фискальное стимулирование, когда оно будет так необходимо, встретит серьезные препятствия. Если только Центральный банк не увеличит арсенал фискальными инструментами, не пополнит свой арсенал фискальными инструментами, что, конечно же, будет для него довольно-таки нехарактерно, потому что основные инструменты, это, естественно, монетарные для него. Или взамен рынка долговую состоятельность правительства начнет напрямую поддерживать, напрямую обеспечивать Центральный банк. То есть это означает прямое финансирование государственного долга Центральным банком, что сейчас в многих странах запрещено. В обоих случаях это подразумевает больше возможностей для Центрального банка напрямую воздействовать на потребительский спрос в обход традиционного канала трансмиссии через процентную ставку. Вообще такой подход – это прототип политики, именуемой современной денежной теорией, однако это уже тема для следующего обзора. На сегодня у меня все, спасибо большое за внимание, увидимся с вами в среду.